Несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, строительство спортивно-оздоровительных комплексов, улучшение питания детей в учебных учреждениях, ожирение остается одной из острых проблем юного поколения. Очень часто прослеживается такая вот динамика, когда дети пошли в начальные классы. В третьем-четвертом классе у них начинается вторая смена. Вторая смена характерна тем, что ребенок не завтракает, он идет в школу, поздно приходит с этой школы, садится ужинать, ложится спать. То есть первый, можно сказать, вот такой период набора массы тела это третий-четвертый класс. Следующий такой период это подростковый. Дети, которые уже имеют карманные деньги, у них какой-то свой взгляд на жизнь, они чаще уже предоставлены сами себе, то есть это 13-14 лет. В последнее время лишняя масса тела и ожирения у детей и подростков это бич. Это серьезная социально-экономическая проблема, просто потому, что она влечет с собой очень большое количество осложнений в дальнейшем. Действительно, из-за детского ожирения повышается риск развития диабета второго типа, болезней сердца, астмы, проблем со сном, таких копной и проблем со здоровьем костей. В дополнение ко всему, дети, страдающие ожирением, как правило, больше подвергаются буллингу, имеют низкую самооценку и страдают от депрессии. Лишняя масса тела и ожирения, она в целом влияет на здоровье в будущем. Это риск развития артериальной гипертензии, это риск развития дислепидемии, которые будут вести в дальнейшем к тромбообразованиям, инфарктам, инсультам. У мальчиков, которые имеют лишнюю массу тела в период пубертата, то есть в период становления половой функции, лишняя масса тела будет вести к тому, что эти мальчики будут иметь снижение половой функции в дальнейшем. Надеяться на то, что все решится само собой и детский метаболизм справиться с любым лишним весом не стоит, ведь самое главное – это пищевые привычки. А вступая во взрослую жизнь с нездоровыми привычками, их крайне сложно перестроить, зато очень легко набрать лишний вес. Кроме того, перерасти ребенок может только первую степень ожирения, небольшой перевес, и то при достаточной физической активности. Потому родителям как никогда важно обращаться к специалистам за консультацией. Ребенок, которые уже, во-первых, они попадают по-разному. Есть те, которых приводит мама, это хорошо. Есть подростки, которые приходят сами, чаще всего это девушки, которые говорят, все, я понимаю, что пора этим заниматься. Это приятно, потому что человек, который готов этим заниматься, с ним легко работать, легче работать. Он тоже прикладывает усилия. Мы работаем мультидисциплинарно, с привлечением других специалистов. То есть первоначально мы обследуем ребенка для того, чтобы исключить, что это ожирение не имеет каких-то эндокринологических, органических патологий. Проверяют и гастроэнтерологи, то есть все системы в целом. В дальнейшем мы разрабатываем вместе с ребенком, то есть мы разговариваем про питание, он ведет дневник питания. На основании этого дневника мы рассчитываем его колораж. Потом присоединяется психолог, потому что это очень важная составляющая. Детки, которые попадают к нам как с диабетом, так и с ожирением, ведут себя, конечно, по-разному, потому что уже с пяти лет дети лежат в стационаре сами, без родителей. Естественно, это психологическая обстановка, детям очень тяжело. Но у нас разрешены посещения, родители посещают деток. У нас в отделении есть воспитатель, который выводит деток на улицу, занимается с ними различными играми, проводит разные тут конкурсы. Привычки питания дети копируют у своих родителей, а потому взрослые должны стать хорошим примером для своего ребенка и научить заботиться о себе.